Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Михаил Юрьевич Лермонтов «Демон» Восточная повесть, часть первая Печальный демон, дух изгнания, Летал над грешной землей, И лучших дней воспоминания пред ним теснилися толпой. Тех дней, когда в жилище света Блистал он чистый херувим, Когда бегущая комета улыбкой ласковой привета Любила поменяться с ним, Когда сквозь вечные туманы Познания жадные он следил, Кочующие караваны в пространстве брошенных светил, Когда он верил и любил Счастливый первенец творенья, Не знал ни злобы, ни сомненья, И не грозил уму его Веков бесплодных ряд унылый, И много-много и всего Припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал В пустыне мира без приюта, Вослед за веком век бежал, Как за минутой у минута, Однообразной чередой, Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслаждения, Нигде искусству своему Он не встречал сопротивления, И зло наскучило ему. И над вершинами Кавказа Изгнанник рая пролетал, Под ним Казбек, как грань алмаза, Снегами вечными сиял, И глубоко внизу чернее, Как трещина жилища змея, Велся излучистый дарьял, И терек, прыгая, как львица, С косматой гривой на хребте, Ревел, и горный зверь и птица, Кружась в лазурной высоте, Глаголу вот его внимали. И золотые облака Из южных стран издалека Его на север провожали, И скалы тесную толпой, Таинственные дремоты полны, Над ним склонялись головой, Следя мелькающие волны, И башни замков на скалах Смотрели грозно сквозь туманы, У врат Кавказа на часах Сторожевые великаны, И дик, и чуден был вокруг Весь Божий мир, но горный дух, Презрительным окинул оком Творенье Бога своего, И на челе его высоком Не отразилось ничего. И перед ним иной картины, Красы живые расцвели, Роскошные Грузии долины, Ковром раскинулись вдали, Счастливый пышный край земли, Столпообразные раины, Звонкобегущие ручьи, По дну из камней разноцветных, И куща роз, где соловьи, Поют красавиц безответных На сладкий голос их любви. Чинар развесистые сени, Густым венчанные плющом, Пещеры, где палящим днем, Таятся робкие олени, И блеск, и жизнь, и шум лесов, Стозвучный говор голосов, Дыхание тысячи растений, И полдня сладострасный зной, И ароматную росой Всегда увлаженные ночи, И звезды яркие, как очи, Как взор грузинки молодой. Но кроме зависти холодной, Природы блеск не возбудил, В груди изгнанника бесплодной, Ни новых чувств, ни новых сил. И все, что пред собой он видел, Он презирал или ненавидел. Высокий дом, широкий двор, Седой гудал себе построил, Трудов и слез он много стоил, Рабам послушным с давних пор. С утра на скат соседних гор, От стен его ложатся тени, В скале нарублены ступени, Они от башни угловой Ведут к реке, по ним мелькая, Покрыта белую чадрой, Княжна Тамара молодая, Карагви ходит за водой. Всегда безмолвно на долины Глядел с утеса мрачный дом, Но пир большой сегодня в нем, Звучит зурна и льются вины, Гудал сосватал дочь свою, На кровле устланной коврами Сидит невеста меж подруг, Средь игр и песенных досуг Проходит дальними горами, Уж спрятан солнце полукруг, В ладони мерно ударяя, Они поют и бубен свой Берет невеста молодая, И вот она одной рукой, Кружая его над головой, То вдруг помчится легче птицы, То остановится, глядит, И влажный взор ее блестит Из-под завистливой ресницы, То черной бровью поведет, То вдруг наклонится немножко, И по ковру скользит, плывет Ее божественная ножка, И улыбается она, Веселье детского полна, Но луч луны по влаге зыбкой, Слегка играющей порой, Едва ли сравнится с той улыбкой, Как жизнь, как молодость живой. Клянусь полночную звездой, Лучом заката и востока, Властитель Персии золотой, И ни единый царь земной Не целовал такого ока. Горем обрызжущий фонтан, Ни разу жаркую порою Своей жемчужную росою Не омывал подобный стан. Еще ничья рука земная, По милому челу блуждая, Таких волос не расплела, С тех пор, как мир лишился рая, Клянусь, красавица такая, Под солнцем юга не цвела. В последний раз она плясала, Увы, за утро ожидала, Ее наследницу гудала, Свободы резвую дитя, Судьба печальная рабыни, Отчизна, чуждая поныне, И незнакомая семья, И часто тайное сомнение Темнила светлые черты, И были все ее движения Так стройны, полны выражения, Так полны милой простоты, Что если б демон, пролетая, В то время на нее взглянул, То прежних братьей вспоминая, Он отвернулся б и вздохнул. И демон видел на мгновенье, Неизъяснимое волнение В себе почувствовал он вдруг, Немой души его пустыню Наполнил благодатный звук, И вновь постигнул он Святыню любви, добра и красоты, И долго сладостной картиной Он любовался и мечты, О прежнем счастье цепью длинной, Как будто за звездой звезда, Пред ним катились и тогда. Прикованный незримой силой, Он с новой грустью стал знаком, В нем чувство вдруг заговорило, Родным когда-то языком, То был ли признак возрождения, Он слов коварных искушенья Найти в уме своем не мог, Забыть? Забвенья не дал Бог, Да он и не взял бы забвенья. Измучив доброго коня, На брачный пир к закату дня Спешил жених нетерпеливый, А рагвы светлые он счастливо Достиг зеленых берегов, Под тяжкой ношей ударов, Едва-едва переступая, За ним верблюдов длинный ряд, Дорогой тянется мелькая, Их колокольчики звенят. Он сам, властитель Синодала, Ведет богатый караван, Ремнем затянут ловкий стан, А право саблей кинжала Блестит на солнце за спиной, Ружье с насечкой вырезной, Играет ветер рукавами его чухи, Кругом она, вся голуном обложена, Цветными вышито шелками его седло, Узда с кистями, Под ним весь в мыли конь лихой, Бесценной масти золотой, Питомец резвый карабаха, Придет ушми и полный страха, Храпя косится с крутизны На пену скачущей волны. Опасен узок путь прибрежный, Утесы с левой стороны, Направо глубь реки мятежной, Уж поздно на вершине снежной Румянец гаснет, встал туман, Прибавил шагу караван. И вот часовня на дороге, Тут с давних лет почиет в боги Какой-то князь теперь святой, Убитый мстительной рукой. С тех пор на праздник или на битву, Куда бы путник не спешил, Всегда усердную молитву Он у часовни приносил, И та молитва сберегала От мусульманского кинжала. Но презрел удалой жених Обычай прадедов своих, Его коварную мечтою Лукавый демон возмущал, Он в мыслях под ночною тьмою Уста невесты целовал. Вдруг впереди мелькнули двое, И больше выстрел, что такое? Привстав на звонких стременах, Надвинув на брови попах, Отважный князь не молвил слова, В руке сверкнул турецкий ствол, На гайка щелк и как орел, Он кинулся и выстрел снова, И дикий крик и стон глухой Промчались в глубине долины, Недолго продолжался бой, Бежали робкие грузины. Затихло все, теснясь толпой, На трупы всадников порой Верблюды с ужасом глядели, И глухо в тишине степной Их колокольчики звенели. Разграблен пышный караван, И над телами христиан Чертит круги ночная птица. Не ждет их мирная гробница Под слоем монастырских плит, Где прах отцов их был зарыт, Не придут сестры с матерями, Покрыты длинными чадрами, С тоской, рыданием и мольбами, На гроб их из далеких мест. Зато усердную рукою Здесь у дороги над скалою На память водрузится крест. И плющ, разросшийся весною, Его ласкаясь обовьет Своею сеткой изумрудной, И, своротив с дороги трудной, Не раз усталый пешеход Под божьей тенью отдохнет. Несется конь быстрее лани, Храпит и рвется, будто к брани, То вдруг осадит на скаку, Прислушается к ветерку, Широко ноздри раздувая, То разом в землю ударяя, Шипами звонкими копыт. Взмахнув растрепанную гривой, Вперед без памяти летит. На нем есть всадник молчаливый, Он бьется на седле порой, Припав на гриву головой, Уж он не правит поводами, Задвинув ноги в стремена, И кровь широкими струями На чепраке его видна. Скакун лихой ты, господина, Из боя вынес, как стрела, Но злая пуля осетина Его во мраке догнала. В семье гудала плач и стоны, Толпится на дворе народ, Чей конь примчался запаленный И пал на камни у ворот. Кто этот всадник бездыханный? Хранили след тревоги бранной, Морщины смуглого чела. В крови оружие и платье, В последнем бешеном пожатии Рука на гриве замерла. Недолго жениха младого Невеста взор твой ожидал, Сдержал он княжеское слово, На брачный пир он прискакал. Увы, но никогда уж снова Не сядет на коня лихого. На беззаботную семью, Как гром слетела божья кара, Упала на постель свою, Рыдает бедная Тамара, Слеза катится за слезой, Грудь высоко и трудно дышит, И вот она как будто слышит Волшебный голос над собой. Не плачь, дитя, Не плачь напрасно, Твоя слеза на труп безгласный Живой росой не упадет, Она лишь взор туманит ясный, Ланит и девственное сжет. Он далеко, он не узнает, Не оценит тоски твоей, Небесный свет теперь ласкает, Бесплотный взор его очей, Он слышит райские напевы, Что жизни мелочные сны, И стоны слезы бедной девы Для гостя райской стороны. Не от жребий смертного творенья, Поверь мне, ангел мой земной, Не стоит одного мгновенья Твоей печали, дорогой. На воздушном океане, Без руля и без ветрил, Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил, Средь полей необозримых В небе ходят без следа Облаков неуловимых, Волокнистые стада. Час разлуки, час свидания, Им ни радость, ни печаль, Им в грядущем нет желания И прошедшего не жаль. В день томительной несчастья Ты об них лишь вспомини, Будь к земному без участия И беспечно, как они. Лишь только ночь своим покровом Верхи Кавказа осенит, Лишь только мир волшебным словом Завороженный замолчит, Лишь только ветер над скалою Увядший шевельнет травою, И птичка, спрятанная в ней, Поркнет во мраке веселей, И под лозою виноградной Росу небес глотая жадно, Цветок распустится ночной, Лишь только месяц золотой Из-за горы тихонько встанет, И на тебя украдкой взглянет, К тебе я стану прилетать. Гостить я буду до денницы, И на шелковые ресницы Сны золотые навивать. Слова умолкли в отдаленье, Во след за звуком умер звук, Она, вскочив, глядит вокруг, Невыразимое смятенье, В ее груди печаль и спуг, Восторга пыл, ничто в сравненье, Все чувства в ней кипели вдруг, Душа рвала свои оковы, Огонь по жилам пробегал, И этот голос чудно новый, Ей мнилось все еще звучал, И перед утром сон желанный, Глаза усталые смежил, Но мысль ее он возмутил, Мечтой пророческой и странной. Пришлец туманный и немой, Красой блистая неземной, К ее склонился изголовью, И взор его с такой любовью Так грустно на нее смотрел, Как будто он об ней жалел. То не был ангел-небожитель, Ее божественный хранитель, Венец из радужных лучей Не украшал его кудрей, То не был ада дух ужасный, Порочный мученник, о нет! Он был похож на вечер ясный, Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет. Часть вторая Отец, отец, оставь угрозы, Свою Тамару не брони, Я плачу, видишь, эти слезы, Уже не первые они, Напрасно женихи толпою Спешат сюда из дальних мест, Немало в Грузии невест, А мне не быть ничьей женою. О, не брони, отец, меня, Ты сам заметил день от дня, Я вяну, жертва злой отравы, Меня терзает дух лукавый, Неотразимую мечтой. Я гибну, сжалься надо мной, Отдай в священную обитель Дочь безрассудную свою, Там защитит меня спаситель, Пред ним тоску мою пролью. На свете нет уж мне веселья, Святыни миром осеня, Пусть примет сумрачная келья, Как гроб заранее меня. И в монастырь уединенный Ее родные отвезли, И в лосиницею смиренной Грудь молодую облекли, Но и в монашеской одежде, Как под узорную парчой, Все беззаконною мечтой, В ней сердце билось, Как прежде. Пред алтарем, при блеске свеч, В часы торжественного пенья, Знакомая среди моленья, Ей часто слышалась речь. Под сводом сумрачного храма Знакомый образ иногда Скользил без звука и следа, В тумане легком фемиама Сиял он тихо, как звезда, Манил и звал он. Но куда? В прохладе между двумя холмами Таился монастырь святой, Чинар и тополей рядами, Он окружен был и порой, Когда ложилась ночь в ущелье, Сквозь них мелькала в окнах Кельи, Лампада грешницы молодой. Кругом в тени дерев миндальных, Где ряд стоит крестов печальных, Безмолвных сторожей гробниц, Спивались хоры легких птиц, По камням прыгали, шумели Ключи студеную волной, И под нависшую скалой, Сливаясь дружески в ущелье, Катились дальше меж кустов, Покрытых инеем цветов. На север видны были горы, При блеске утренней авроры, Когда синеющий дымок Курится в глубине долины, И, обращаясь на восток, Зовут к молитве муицины, И звучный колокол оглас Дрожит обитель, пробуждая В торжественный и мирный час, Когда грузинка молодая С кувшином длинным за водой С горы спускается крутой, Вершины цепи снеговой, Светлолиловую стеной На чистом небе рисовались, И в час заката одевались Они румяной пеленой, И между них, прорезав тучи, Стоял всех выше головой Казбек, Кавказа-царь могучий, В чалме и ризе парчевой. Но полно думаю преступной, Тамары сердце недоступно Восторгом чистым перед ней, Весь мир одет угрюмой тенью, И все ей в нем предлог мученью, И утро луч, и мрак ночей. Бывало только ночи сонной, Прохлада землю обоймет, Перед божественной иконой Она в безумье упадет, И плачет, и в ночном молчанье, Ее тяжелое рыданье Тревожит путника вниманье, И мыслит он, То горный дух, Прикованный в пещере, стонет, И, чуткий напрягая слух, Коня измученного гонит. Тоской и трепетом полна, Тамара часто у окна, Сидит в раздумье одиноком, И смотрит вдаль прилежным оком, И целый день вдыхая ждет, Ей кто-то шепчет, он придет. Не даром сны ее ласкали, Не даром он являлся ей, С глазами полными печали И чудной нежностью речей. Уж много дней она томится, Сама не зная, почему, Святым захочет ли молиться, А сердце молится ему. Утомлена борьбой всегдашней, Склонится ли на ложе сна, Подушка сжет ей душно, страшно, И вся вскочив дрожит она, Пылают грудь ее и плечи, Нет сил дышать, туман в очах. Объятья жадно ищут встречи, Лобзанья тают на устах. Вечерние мглы покров воздушный, Уж холмы Грузии одел, Привычки сладостной послушной В обитель демон прилетел. Но долго-долго он не смел Святыню мирного приюта нарушить. И была минута, когда, казалось, он готов Оставить умысел жестокой. Задумчив у стены высокой, Он бродит от его шагов, Без ветра лист в тени трепещет. Он поднял взор ее окно, Озрено лампадой блещет. Кого-то ждет она давно. И вот средь общего молчания Ченгура стройное брецанье И звуки песни раздались. И звуки те лились, лились, Как слезы мерно друг за другом. И эта песнь была нежна, Как будто для земли она Была на небе сложена. Не ангел ли с забытым другом Вновь повидаться захотел? Сюда украдкою слетел И обылом ему пропел, Чтоб усладить его мученье. Тоску любви ее волненье Постигнул демон в первый раз. Он хочет в страхе удалиться, Его крыло не шевелится, И чудо из померкших глаз Слеза тяжелая катится. Поныне возле кельи той Насквозь прожженный виден камень, Слезою жаркую, как пламень, Нечеловеческой слезой. И входит он любить готовый, С душой открытой для добра. И мыслит он, что жизни новой Пришла желанная пора. Неясный трепет ожидания, Страх неизвестности немой, Как будто в первое свидание Спознались с гордою душой. То было злое предвещание, Он входит, смотрит перед ним, Посланник рая Херувим. Хранитель грешницы прекрасной, Стоит с блистающим челом, И от врага с улыбкой ясной Приосенил ее крылом. И луч божественного света Вдруг ослепил нечистый взор, И вместо сладкого привета Раздался тягостный укор. Дух беспокойный, дух порочный, Кто звал тебя во тьме полночной, Твоих поклонников здесь нет, Зло не дышало здесь поныне. К моей любви, к моей святыне Не пролагай преступный след. Кто звал тебя? Ему в ответ злой дух Коварно усмехнулся, Зарделся ревностью взгляд, И вновь в душе его проснулся Старинной ненависти яд. Она моя, сказал он грозно, Оставь ее, она моя, Явился ты защитник поздно, И ей, как мне, ты не судья. На сердце полное гордыни Я наложил печать мою, Здесь больше нет твоей святыни, Здесь я владею и люблю. И ангел грустными очами На жертву бедную взглянул, И, медленно взмахнув крылами, В эфире неба потонул. Тамара, о, кто ты? Речь твоя опасна, Тебя послал мне ад или рай, Чего ты хочешь? Демон, ты прекрасна. Тамара, но молви, кто ты, отвечай. Демон, я тот, которому внимала, Ты в полуночной тишине, Чья мысль душе твоей шептала, Чью грусть ты смутно отгадала, Чей образ видела во сне. Я тот, чей взор надежду губит, Я тот, кого никто не любит, Я бич рабов моих земных, Я царь познания и свободы, Я враг небес, я зло природы, И, видишь, я у ног твоих. Тебе принес я в умиленье Молитву тихую любви, Земное первое мученье И слезы первые мои. О, выслушай из сожаленья, Меня добру и небесам, Ты возвратить могла бы словом Твоей любви святым покровом. Одетый я предстал бы там, Как новый ангел в блеске новом. О, только выслушай, молю, Я раб твой, я тебя люблю. Лишь только я тебя увидел И тайно вдруг возненавидел Бессмертие и власть мою. Я позавидовал невольно, Неполной радости земной, Не жить, как ты, мне стало больно, И страшно розно жить с тобой. В бескровном сердце луч нежданный Опять затеплился живей, И грусть на дне старинной раны Зашевелилась, как змей. Что без тебя мне эта вечность, Моих владений бесконечность? Пустые звучные слова, Обширный храм без божества. Тамара, оставь меня, о дух лукавый, Молчи, не верю я врагу. Творец, увы, я не могу, Молиться гибельной отравой Мой ум слабеющий объят. Послушай, ты меня погубишь, Твои слова огонь и яд. Скажи, зачем меня ты любишь, демон? Зачем, красавица? Увы, не знаю, полон жизни новой, С моей преступной головы Я гордо снял венец терновый, Я все былое бросил в прах, Мой рай, мой ад в твоих очах. Люблю тебя нездешней страстью, Как полюбить не можешь ты. Всем упоением, всей властью Бессмертной мысли и мечты В душе моей с начала мира Твой образ был напечатлен. Передо мной носился он В пустынях вечного эфира. Давно тревожа мысль мою, Мне имя сладкое звучало, В одни блаженства мне в раю Одной тебя не доставало. О, если б ты могла понять, Какое горькое томление Всю жизнь века без разделенья И наслаждаться и страдать. За зло похвал не ожидать, Ни за добро вознагражденье, Жить для себя, скучать с собой, И этой вечной борьбой Без торжества, без примирения Всегда жалеть и не желать, Все знать, все чувствовать, все видеть, Стараться все возненавидеть И все на свете презирать. Лишь только Божие проклятие Исполнилось с того же дня, Природы жаркие объятья Навек остыли для меня. Синело предо мной пространство, Я видел брачное убранство, Светил знакомых мне давно, Они текли в венцах из злата, Но что же, прежнего собрата Не узнавало ни одно, Изгнанников себе подобных Я звать в отчаянии стал. Но слов и лиц, и взоров злобных, Увы, я сам не узнавал, И в страхе я, взмахнув крылами, Помчался, но куда, зачем? Не знаю, прежними друзьями Я был отвергнут, как Эдем, Мир для меня стал глух и нем, По вольной прихоти теченье Так поврежденная ладья Без парусов и без руля Плывет, не зная назначенье Так ранней утренней порой Отрывок тучи громовой В лазурной вышине чернея Один нигде пристать не смея Летит без цели и следа Бог весть, откуда и куда. И я людьми недолго правил, Греху недолго их учил, Все благородное бесславил И все прекрасное хулил. Недолго пламень чистой веры Легко навек я залил в них, А стоили ль трудов моих Одни глупцы да лицемеры. И скрылся я в ущельях гор И стал бродить, как метеор Во мраке полночи глубокой И мчался путник одинокой, Обманут близким огоньком, И в бездну падая с конем Напрасно звал, и след кровавый За ним велся по крутизне. Но злобы, мрачные забавы Недолго нравились мне. В борьбе с могучим ураганом, Как часто подымая прах, Одетый молнией и туманом, Я шумно мчался в облаках, Чтобы в толпе стихий мятежной Сердечный ропот заглушить, Спастись от думы неизбежной И незабвенное забыть. Что повесть тягостных лишений, Трудов и бед толпы людской, Грядущих прошлых поколений Перед минутою одной Моих непризнанных мучений? Что люди, что их жизни труд? Они прошли, они пройдут. Надежда есть, ждет правый суд, Простить он может, хоть осудит. Моя ж печаль бессменно тут, И ей конца, как мне, не будет. И не вздремнуть в могиле ей, Она то ластится, как змей, То сжет и плещет, будто пламень, То давит мысль мою, как камень, Надежд погибших и страстей, Несокрушимый мавзолей. Тамара. Зачем мне знать твои печали? Зачем ты жалуешься мне? Ты согрешил, демон. Против тебя ли, Тамара? Нас могут слышать, демон. Мы одни. Тамара. А Бог? Демон. На нас не кинет взгляда. Он занят небом, не землей. Тамара. А наказание муки ада? Демон. Так что ж, ты будешь там со мной, Тамара? Кто б ни был ты, мой друг случайный, Покой навеки погубя, Невольно я с отрадой тайной Страдалец слушаю тебя. Но если речь твоя лукава, Но если ты обман-то я, О, пощади, какая слава! На что душа тебе моя? Уже ли небу я дороже Всех незамеченных тобой? Они, увы, прекрасны тоже, Как здесь их девственное ложе Не смято смертной рукой? Нет, дай мне клятву роковую, Скажи, ты видишь, я тоскую, Ты видишь женские мечты, Невольно страх в душе ласкаешь, Но ты все понял, ты все знаешь, И сжалишься, конечно, ты. Клянися мне от злых стяжаний, Отречься ныне, дай обет, Ужель ни клятв, ни обещаний, Ненарушимых больше нет, демон. Клянусь я первым днем творенья, Клянусь его последним днем, Клянусь позором преступления И вечной правды торжеством, Клянусь паденье горькой мукой Победы краткою мечтой, Клянусь свиданием с тобой И вновь грозящую разлукой, Клянусь сонмищем духов, Судьбою братьям неподвластных, Мечами ангелов бесстрастных Моих недремлющих врагов, Клянусь небом я и адом, Земной святыней и тобой, Клянусь твоим последним взглядом, Твоею первую слезой, Незлобных уст твоих дыханьем, Волною шелковых кудрей, Клянусь блаженством и страданьем, Клянусь любовью моей. Я отрекся от старой мести, Я отрекся от гордых дум, Отныне яд коварной лести, Ничей уж не встревожит ум, Хочу я с небом примириться, Хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру, Слезой раскаянье сотру, Я на челе тебя достойном Следы небесного огня, И мир в неведенье спокойном Пусть доцветает без меня. О, верь мне, я один поныне, Тебя постиг и оценил, Избрав тебя моей святыней, Я власть у ног твоих сложил. Твоей любви я жду, как дара, И вечность дам тебе за миг, В любви, как в злобе, Верь, Тамара, Я неизменен и велик, Тебя я, вольный сын Эфира, Возьму в надзвездные края, И будешь ты царицей мира. Подруга первая моя, Без сожаленья, без участия, Смотреть на землю станешь ты, Где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты, Где преступление лишь до казни, Где страсти мелкой только жить, Где не умеют без боязни Ни ненавидеть, ни любить. Или ты не знаешь, что такое Людей минутная любовь, Волненье крови молодое, Но дни бегут и стынет кровь. Кто устоит против разлуки, Соблазна новой красоты, Против усталости и скуки, И своенравия мечты. Нет, не тебе, моей подруги, Узнай назначено судьбой, Увянуть молча в тесном круге Ревнивой грубости рабой, Средь малодушных и холодных Друзей притворных и врагов, Боязней и надежд бесплодных, Пустых и тягостных трудов. Печально за стеной высокой Ты не угаснешь без страстей, Среди молитв равнодалека От божества и от людей. О, нет, прекрасное создание, К иному ты присуждена, Тебя иное ждет страданье, Иных восторгов глубина. Оставь же прежнее желание И жалкий свет его судьбе, Пучину гордого познания Взамен открою я тебе, Толпу духов моих служебных Я приведу к твоим стопам, Прислужниц легких и волшебных Тебе, красавица, я дам, И для тебя, звезды восточной, Сорву венец я золотой, Возьму с цветов росы полночной, Его усыплю той росой, Лучом румяного заката Твой стан, как лентой, обовью, Дыханьем чистым аромата Окрестный воздух напою, Сейчас на дивную игрою Твой слух лелеять буду я, Чертоги пышные построю Из бирюзы и янтаря, Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака, Я дам тебе все, все земное, Люби меня. И он слегка коснулся жаркими устами Ее трепещущим губам, Соблазна полными речами Он отвечал ее мольбам, Могучий взор смотрел ей в очи, Он сжег ее во мраке ночи, Над нею прямо он сверкал, Неотразимый, как кинжал. Увы, злой дух торжествовал, Смертельный яд его лапзанья, Мгновенно в грудь ее проник, Мучительный ужасный крик, Ночное возмутил молчанье, В нем было все, любовь, страданье, Упрек с последнюю мольбой И безнадежное прощанье, Прощанье с жизнью молодой. В то время сторож полуночный, Один вокруг стены крутой, Свершая тихо путь урочный, Бродил с чугунную доской, И возле кельи девы юнной Он шаг свой мерный укротил, И руку над доской чугунной, Смутясь душой, остановил, И сквозь окрестное молчанье Ему, казалось, слышал он Двух уст согласное лапзанье, Минутный крик и слабый стон. И нечестивое сомненье Проникло в сердце старика, Но пронеслось еще мгновенье, И стихло все, издалека, Лишь дуновенье ветерка Роптанье листьев приносило, Да с темным берегом уныло Шепталась горная река. Канон угодника святого Спешит он в страхе прочитать, Чтоб на вожденье духа злого От грешной мысли отогнать, Крестит дрожащими перстами Мечтой взволнованную грудь, И молча скорыми шагами Обычный продолжает путь. Как Перри спящая мела, Она в гробу своем лежала, Белее чище покрывала, Был томный цвет ее чела, Навек опущены ресницы, Но кто б о небо не сказал, Что взор под ними лишь дремал, И чудный только ожидал Иль поцелуя, иль денницы. Но бесполезно луч дневной Скользил по ним струей золотой, Напрасно их в немой печали Уста родные целовали. Нет, смерти вечную печать Ничто не в силах уж сорвать. Ни разу не был в дни веселья Так разноцветен и богат Тамары праздничный наряд, Цветы родимого ущелья Так древний требует обряд, Над нею льют свой аромат И сжаты мертвую рукою, Как бы прощаются с землею. И ничего в ее лице Не намекало о конце, В пылу страстей и упоенье. И были все ее черты Исполнены той красоты, Как мрамор чуждой выраженья, Лишенный чувства и ума, Таинственный, как смерть сама. Улыбка странная застыла, Мелькнувши по ее устам, О многом грустном говорила. Она внимательным глазам. В ней было хладное презренье, Души, готовой отсвести, Последней мысли выраженье, Земле беззвучное прости. Напрасный отблеск жизни прежней, Она была еще мертвей, Еще для сердца безнадежней Навек угаснувших очей. Так в час торжественной заката, Когда, растаяв в море злата, Уж скрылась колесница дня, Снега Кавказа на мгновенье, Отлив румяный сохраня, Сияют в темном отдаленье. Но этот луч полуживой Пустыни отблеска не встретит. И путь ничей он не осветит Своей вершины ледяной. Толпой соседи и родные Уж собрались в печальный путь, Терзая локоны седые, Безмолвно поражая грудь, В последний раз гудал садиться На белогривого коня, И поезд тронулся три дня. Три ночи путь их будет длиться, Меж старых дедовских костей Приют покойный вырыт ей. Один из праотцов гудала, Грабитель странников и сел, Когда болезнь его сковала, И час раскаяния пришел, Грехов минувших в искупленье Построить церковь обещал На вышине гранитных скал, Где только в юге слышно пенье, Куда лишь коршун залетал, И скоро меж снегов Казбека Поднялся одинокий храм, И кости злого человека Вновь успокоились там, И превратилась в кладбище Скала родная облакам, Как будто ближе к небесам Теплей посмертное жилище, Как будто дальше от людей Последний сон не возмутится, Напрасно мертвым не приснится, Ни грусть, ни радость прошлых дней. В пространстве синего эфира Один из ангелов святых Летел на крыльях золотых, И душу грешную от мира Он нес в объятиях своих, И сладкой речью упования Ее сомненья разгонял, И след проступка и страдания С нее слезами он смывал, Издалека уж звуки рая К ним доносилися, как вдруг, Свободный путь пересекая, Взвелся из бездны адский дух. Он был могущ, как вихрь шумный, Блистал, как молнии струя, И гордо в дерзости безумной Он говорит, она моя. Груди хранительной прижалась, Молитвой ужас заглуша, Тамары грешная душа, Судьба грядущего решалась, Пред нею снова он стоял, Но, Боже, кто б его узнал, Каким смотрел он злобным взглядом, Как полон был смертельным ядом Вражды, не знающей конца, И веяло могильным хладом От неподвижного лица. Исчезни, мрачный дух сомнения, Посланник неба отвечал, Довольно ты торжествовал, Но час суда теперь настал, И благо Божие решенье, Дни испытания прошли, С одеждой бренную земли, Оковы зла с нее не спали, Узнай, давно ее мы ждали, Ее душа была из тех, Которых жизнь одно мгновенье, Невыносимого мученья, Недосягаемых у тех. Творец из лучшего эфира Соткал живые струны их. Они не созданы для мира, И мир был создан не для них. Ценой жестокой искупила Она сомнения свои, Она страдала и любила, И рай открылся для любви, И ангел строгими очами На искусителя взглянул, И, радостно взмахнув крылами, В сиянье неба потонул, И проклял демон побежденный Мечты безумные свои, И вновь остался он надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упования и любви. На склоне каменной горы Над Каишаурской удолиной Еще стоят до сей поры Зубцы развалины старинной. Рассказов страшных для детей О них еще предания полны, Как призрак памятник безмолвный, Свидетель тех волшебных дней Между деревьями чернеет. Внизу рассыпался аул, Земля цветет и зеленеет, И голосов нестройный гул Теряется, и караваны Идут, звеняя издалека, И, низвергаясь сквозь туманы, Блестит и пенится река. И жизнью вечно молодою, Прохладой, солнцем и весною, Природа тешится шутя, Как беззаботное дитя. Но грустен замок отслуживший Года во очередь свою, Как бедный старец переживший Друзей и милую семью. И только ждут луны восхода Его незримые жильцы, Тогда им праздник и свобода Жужжат, бегут во все концы. Седой паук-отшельник новый Придет с сетей своих основы, Зеленых ящериц семья На кровле весело играет, И осторожная змея Из темной щели Выползает на плиту старого крыльца, То вдруг совьется в три кольца, То ляжет длинной полосою И блещет, как булатный меч, Забытый в поле давних сечь, Ненужный падшему герою. Все дико, нет нигде следов, Минувших лет, рука веков Прилежно долго их сметала И не напомнит ничего О славном имени гудала, О милой дочери его. Но церковь на крутой вершине, Где взяты кости их землей, Хранима властью святой, Видна меж туч еще поныне. И у ворот ее стоят На страже черные граниты, Плащами снежными покрыты, И на груди их вместо лад Льды вековечные горят, Обвалов сонные громады, С уступов будто водопады, Морозом схваченные вдруг, Висят, нахмурившись вокруг. И там метель дозором ходит, Сдувая пыль со стен седых, То песню долгую заводит, То окликает часовых. Услыша вести в отдаленье О чудном храме в той стране, С востока облака одне Спешат толпой на поклоненье. Но над семьей могильных плит Давно никто уж не грустит. Скала угрюмого Казбека Добычу жадно сторожит, И вечный ропот человека Их вечный мир не возмутит.